Добрый день, шановные друзья! Добрый день, шановные коллеги! Украинский институт Майбутньо сьогодні проводит презентацию нашего дослежения 30 лет независимости Украины и экономические подсумки. Первую подобную работу мы сделали, когда, по суту, был основан Украинский институт Майбутньо, 5 лет назад, тогда мы сделали 25 лет независимости, экономические подсумки. Что изменилось за 5 лет, что изменилось за 30 лет, сейчас мы будем говорить с нашими экспертом. Участники нашей конференции это Яна Лаврик, эксперт отдела экономики Украинского института Майбутньо, керевник этого отдела Анатолия Мелин, и я, Вадим Денисенко, виконавчий директор Украинского института Майбутньо. Но, прежде чем начать говорить про экономические подсумки, хотелось бы сказать про социологию. Хотелось бы сказать про одну цифру, насправді, яка дещо мене вразила. Мы провели наше великое социологическое дослежение, 5000 респондентов, face-to-face, исследование на тему, кто такие украинцы, украинцы, о чем украинцев. И, власне говоря, цифра, яка меня, честно говоря, справді, воно очень удивляла. Мы запитывали у украинцев, чи вважают они себя счастливыми. 76% украинцев сейчас говорят, что они себя чувствуют счастливыми. Або полностью, або частково, но 76%. Тобто, три четверти жителей нашей страны говорят, что они счастливые. В принципе, это много в чем не королюет, много в чем не отвечает тем, которые мы чувствуем с телевизора, тем, что мы видим в том числе в побуте. И, очевидно, в ответ на это вопрос, почему три четверти украинцев вважают себя счастливыми, полягает в дещо парадоксальной ответственности. Вона полягает в ответ в том, что сейчас мы проходим одну из самых больших точек апатии в суспільстве. На сегодняшний момент, украинцы, как бы это дивно не было, почему они хотят чувствовать себя счастливыми. Потому что они проходят... Мы проходим сейчас такую ситуацию, когда есть желание абстрагироваться от всех проблем. Есть желание абстрагироваться от проблем войны. Сдается, что там какие-то затишки. Есть желание абстрагироваться от будущего поднятя тарифов. Есть желание абстрагироваться от не очень высоких зарплат и совсем маленьких пенсий. Есть желание абстрагироваться от того, что экономика не развивается. Есть желание абстрагироваться от будущего. И в цьому есть, из моей точки зрения, сдавалось бы, ну либо великий плюс, 76% говорить про то, что мы счастливы. Но в цьому есть и величезная загроза для всех нас. Потому что оця вот зашкальна просто цифра 76% счастливых людей, вона насправді стоїть, как колос на глиняных ногах. Потому что, насправді, под грунт для счастья мы шукаем в тече от реальности. И это величезная проблема. Поэтому, хотим, вправді, начать с этой цифры, но сейчас мы перейдемо до экономики, до нас, до подсумков 30 лет украинской независимости. Хочу передать слово Анатолию Емельевну. Будь ласка, Анатолию. Ваш выступ, Ваша презентация. Спасибо большое. Я снимаю маску. Действительно, когда мы создавали Институт Будущего, первым программным документом у нас был документ «26 лет независимости Украины». И тогда мы сравнивали Украину с нашими странами-соседями постсоветского лагеря. Это бывшие страны Советского Союза, это бывшие страны лагеря СФ. И все было достаточно грустно. И в этом документе мы, в том числе, дали целую группу рекомендаций для украинских властей. Сегодняшний документ, мы, в том числе, расскажем, что изменилось с момента последнего отчета. Но самый главный акцент – это, что произошло с момента независимости Украины. Этот год для Украины знаковый – 30 лет нашей стране. Достаточно многое изменилось, но, на самом деле, не все в лучшую сторону. И теперь к деталям. Итак, следующий. Первый и важный критерий, который мы сравниваем с другими странами – это изменение экономики. В 1991 году Украина занимала 52-е место в мире. ПВП на душу населения – это немного выше уровня стран Центральной Европы. То есть, в принципе, был такой средний показатель. Сегодня, по итогам 2020 года, мы на 91-м месте. Если в 1991 году у нас было 6900 долларов в УПН душу населения, то сейчас 13100. То есть, рост 90%. Казалось бы, рост есть, 90% как бы неплохо. Но за этот же период в Польше, Венгрии и Чехии показатель вырос с 4 до 6 раз. Поэтому, когда мы говорим о том, что Украина развивается, мы не врём. Но когда мы говорим о том, что мы отстаём от всего мира, наверняка это будет более корректный и правильный показатель. Следующий, пожалуйста. Если говорить про место Украины в мировой экономике, посмотрите, пожалуйста, на этот слайд. Мы отстаём от всех. Одним словом, которое можно характеризовать 30 лет Украины – это деградация. Да, у нас за последние десятилетия много интересных изменений. Да, сегодня мы пользуемся вместо паспорта ДИИ в нашем телефоне. Да, мы можем рассчитываться телефоном, карточкой. Но если говорить об экономике, объективной, не субъективной нашей оценки, а объективной, когда мы справимся с другими странами, мы, к сожалению, отстаём от всех. Если перейти к цифрам. ВВП на душу населения Украины уступила не только Польше, но и Беларуси, которая имела худшие предпосылки и ресурсы для развития. ВВП на душу населения по паритету в качестве способности. Вот сравнение с 1991-го года 2020-й. Здесь, возможно, на экране не видно цифры, я их озвучу. Польша. Рост с 1991-го по 2020-й год – 480%. Беларусь – 278%. Украина – рост 89%. К сожалению, мы отстаём. И это очень грустно. Украина отстаёт даже от многих стран бывшего Советского Союза по уровню ВВП на душу населения. Внимание на график. Сегодня по уровню ВВП на душу населения Украина входит в одну группу с Молдовой, Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Беларусь, которая в начале 90-х отставала от Украины в последние годы, значительно опередила. Позиции Украины в многих мировых рейтингах ухудшились. Мы понимаем, что, находясь внутри страны, возможно, какие-то позитивные трансформации происходят. Но в мире есть возможность сравнивать. Есть огромное количество индикаторов. Мы только часть из них перевели на этом слайде. Пройдусь по некоторым из них. За годы независимости мы отстаем. В 1992 году Украина занимала 54-е место в мире по индексу развития человеческого потенциала. В 2020 году мы опустились до 74-го места. Польша, наоборот, поднялась до 35-го места. Чехия – 27-е место. Индекс развития человеческого потенциала учитывает уровень жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала. К сожалению, в государственной политике Украины подобные понятия как таковые отсутствуют. Похожая динамика наблюдается по индексу экономической свободы, восприятия коррупции, глобальной конкурентоспособности. Мы по ним еще чуть дальше пройдемся. Вследствие отсутствия четкой стратегии, Украина отстает от стран бывшего Советского Союза. Даже стратегия, которая была утверждена в марте этого года Кабмином Шмыгаля, по состоянию на сегодня я не знаю ни одного документа, который был бы у нас принят в ее реализацию. Ну и, опять-таки, сравнивая с другими странами, стратегические документы или ориентиры стратегические, как правило, принимает парламент, а Кабмин их исполняет. У нас же Кабмин сам придумал, сам утвердил, парламент пока никак не отреагировал на этот документ. Средняя заработная плата. Когда мы говорим, что украинцы уезжают на заработки, этому есть простые объяснения. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. И по зарплатам Украина достаточно сильно отстает. Цифры по средней зарплате я назову. Здесь можно смотреть их графики по состоянию на конец прошлого, начало этого года. В Беларуси 561 доллар, средняя зарплата Россия 744, Латвия 1102 доллара, Эстония 1700, Польша 1465, Украина 525 долларов. Это ответ на вопрос, почему украинцы уезжают. Когда другие страны предлагают зарплату в три раза выше, люди невольно задумываются. Почему так происходит, я расскажу чуть дальше. Антоний Георгиевич, можно я одну ремарку скажу? Я хочу, чтобы сейчас обратили внимание на Эстонию, поскольку дальше зайдет речь об Эстонии, о кейсах этой страны, как она смогла преобразовать свою страну. И здесь очевидно, что эстонцы лидируют сегодня по уровню зарплаты среди стран, которые представлены, среди стран бывших членов СССР. Они явно отличаются. Спасибо за акцент. Действительно, мы приведем несколько кейсов, почему у Эстонии получилось. Из книги «Почему Грузия получилась» на самом деле получилось у Эстонии. И то, что это маленькая страна, это не аргумент, не брать пример. Очень много правильных шагов, которые Украина частично начала делать, но пока не довела до конца. Дальше. Покупательная способность – это очень важный показатель, который в том числе определяет размер потребительского рынка. Отсутствие действенных экономических реформ привело к тому, что покупательная способность в Украине остается невысокой в сравнении с другими бывшими республиками Советского Союза. За период с 1990 года по 2021 среди месячная зарплата в Украине выросла со 118 долларов до 500, только что рассказывали. Но покупательная способность упала на 30 процентов. Критерии – это не сумма, сколько человек получает, а сколько на сумму заработной платы человек может купить. И таким критерием мы взяли мясо. Для сравнения, сегодняшняя средняя зарплата в России можно купить 106 килограмм мяса. В Беларуси – 90 килограмм, в Казахстане – 96. Упомянутая Эстония – 155 килограмм, в Литве – 221, в Украине – 86 килограмм. И это является достаточно больной показателем, потому что Украина когда-то считалась аграрной страной. Аграрная сырьевая страна, да, но животноводство у нас, к сожалению, стагнирует. Следующий, пожалуйста. Численность населения – тоже болевая тема, больная тема. Население страны сократилось на 27%, если сравнивать с 1991 годом, с 52 миллионов до 38 миллионов. Есть оценки, по которым называется число постоянно проживающих людей в Украине – 35 миллионов, а даже 34 миллиона. Точной цифры нет, и актуальность проведения переписи населения возрастает каждый день, потому что мы не можем даже оперировать качественной информацией. На графике приведены данные Института Птухи, которые могут не учитывать все потоки других мигрантов. Реальная численность населения может по факту быть ниже 33-34 миллионов. Если Украина не сможет улучшить благосостояние граждан, а это производное от экономики, нас ожидают дальнейшее сокращение численности населения, старение нации, отток трудовых ресурсов. Большая часть валов дохода будет тратиться на содержание той части населения, которая не создает добавленной стоимости. Это и пенсионеры, это и дети, и, соответственно, часть чиновников. В Польше численность населения за период с 1991 года по 2020 тоже упала, но на 0,8%, в России на 3%, в Венгрии на 6%, а в Чехии, наоборот, выросла на 4%. Следующий, пожалуйста. Важный показатель – это продолжительность жизни. Это один из важных, по сути, элементов государственной политики, Кабмина, парламента и даже президента. Средняя продолжительность жизни Украины – 71 год, в Латвии – 75 лет. Мы как бы растем по продолжительности жизни, но отстаем от других стран бывшего советского лагеря. И здесь критериями являются качество жизни, качество медицины, уровень доходов, потому что уровень доходов напрямую влияет на качество питания, образ жизни и возможности позволять себе качественную медицину. Я здесь еще добавлю, что на продолжительность жизни влияет уровень физической активности населения. Мы недавно проводили исследования, и уровень физической активности украинцев очень низкий – 17% по сравнению, например, с соседней Польшей, где 56% населения активно. Соответственно, это мы видим и в статистике по продолжительности жизни. И опять же здесь Эстония, как ни парадоксально, она выбивается далеко вперед от Украины и от остальных стран. Да, это был маленький анонс. Предварительно 15 сентября – это дата презентации исследования, как массовый спорт влияет на экономику. И мы же можем этот анонс сделать. Экономика показывает, экономический расчет, экономическая модель, что один доллар, который государство инвестирует в инфраструктуру массового спорта, возвращается 15 долларов в ВВП в течение 10 лет. Но это анонс, пока возвращаемся к Украине. К сожалению, мы пока отстаем. И здесь, повторюсь, рост продолжительности жизни – это хороший показатель, это важная цель для украинского правительства. Но мы по приросту темпов срока жизни отстаем от других стран Восточной Европы, в первую очередь. Дальше. Украина является одной из стран с самым разочарованным и несчастным населением. Это, кстати, тоже напрямую влияет на продолжительность жизни. По индексу счастья Украина занимает 110 место. Тогда как Чехия – 18-я, Польша – 44-я, Латвия – 51-я. Причиной такого положения является низкий уровень доходов населения, низкая продолжительность здоровой жизни, слабое состояние здоровья. Следующий, пожалуйста. Украина отстает от соседних стран и по уровню качества образования. Это очень важный показатель. По индексу человеческого капитала Украина потеряла 10 позиций с 2010 года. Опустилась до 53-го места. Россия, наоборот, выросла на 7 позиций. Польша выросла на 6 позиций. У Эстонии, опять-таки, к ней возвращаемся на 13 позиций. По индексу уровня образования Украина уступает почти всем соседним странам. Я предлагаю рассказать, опять-таки, кейс. Еще один график можно. А, это уже. Это ты дальше. Все. Тогда, если мы говорим об Эстонии, еще раз, сегодня не реклама Эстонии. Мы обсуждаем сегодня 30 лет независимости Украины экономические итоги. Но те примеры, которые являются качественными и важными для Украины, для подражания, мы будем приводить. Ян, тебе слово. Да, мы добавили в наше исследование примеры тех стран, с которых, по нашему мнению, Украина может брать пример. И один из них – это Эстония. Это реформа школьного образования в Эстонии. Реформа была проведена еще в 90-е годы по финскому образцу. Достаточно известный факт, что финские школы сегодня одни из лучших в мире. Возможно, послесингапурских, возможно, на уровне с сингапурскими. И, тем не менее, Эстония берет пример с финской системой образования. Причем есть интересный факт, что не во всех школах в Эстонии реформа проводилась одновременно. В эстоноязычных школах реформа проводилась сразу, в русскоязычных школах она проводилась гораздо медленнее и гораздо позже была завершена. И когда уже недавно ЕБРР проводила тестирование среди взрослого населения Эстонии о том, какими навыками сегодня обладают взрослые граждане и насколько эти навыки могут быть востребованы в современном мире, насколько эти навыки помогают эстонцам трудоустроиться, то результаты теста показали, что те граждане, которые учились в эстоноязычных школах, имеют больше результатов, чем те, которые учились в русскоязычных школах. Это говорит о том, что реформы работают. Для чистоты эксперимента, так сказать, ЕБРР проводил аналогичный эксперимент в Литве, где не было такой же реформы по финскому образцу и там, между гражданами, которые учились на русском языке и на литовском, нет разницы. Пару слов, в чем же заключалась сама реформа, в том, что школам дали больше свободы, как финансовой, так и в плане администрирования. То есть школы могли между собой конкурировать, школы могли сами выбирать, по какому учебному плану идти, какими учебниками пользоваться, и даже система оценивания. И еще один немаловажный факт, почему именно школьное образование, именно реформы школьного образования связывают с экономическим ростом в Эстонии. Потому что в Эстонии культивируется ремесло предпринимательства. Там детей со школы обучают, как коммерциализировать проект, как его создать, как презентовать. То совершенно чего нет в наших школах. И еще есть важный момент, что когда человек учится предпринимательству, он не боится делать ошибки. Вот вспомните даже нашу школьную систему образования. У нас, как правило, отличники выходили и терялись. А двоечники, они, как ни странно, становились предпринимателями. У них что-то получалось. А почему? Даже в ДО-то есть на эту тему. Да, потому что двоечник, он не зависит от системы оценивания, от той пятерки, которую он хочет получить. Он пробует. А предпринимательский риск, он всегда сопряжен с ошибками. Сто раз пробуешь, 99 раз не получилось, один раз получилось. И поэтому у наших людей, вот моего поколения, подросших, не было. У многих людей не было этой предпринимательской жилки, которая, кстати, обучают в Эстонии. И дети выходят, они уже выходят с теми навыками, которые помогают им себя презентовать, которые помогают создавать свои проекты, работать в командах, коммерциализировать. И такая программа предпринимательской активности, она уже внедрена и в высшие учебные заведения в Эстонии, и в средние учебные заведения. Спасибо большое. На самом деле, опять-таки, маленький анонс. Институт Будущее в этом году сделал публикацию, несколько исследований, которые описывают, как в Украине обстоят дела с человеческими ресурсами, роль образования в этом процессе. И там был еще один факт, который мы здесь не упомянули. Если сравнить 15-летнего школьника Украины и Польши, то польский школьник на год в развитии опережает украинцев по навыкам и в развитии. К сожалению, мы отстаем. Идем дальше. Следующее. Это то, чем некоторые политики у нас хвастаются, что мы получаем ежегодно большие суммы зарубичан. Это спасает украинскую экономику. Да, у нас нет инвестиций или мало инвестиций, а зарубичане нас спасают. По итогам прошлого года сумма поступлений была примерно 12 миллиардов долларов. Если перевести это детально в цифры, доля переводов трудных мигрантов в ВВП Украины выросла с нуля в 1996 году до почти 10% от ВВП. Это сумасшедший большой показатель. В 2021 году мы ожидаем получения примерно 13 миллиардов долларов. Опять-таки, это спасает украинскую экономику. Но важно отметить, что эти 12 миллиардов, которые мы получаем в виде переводов от зарубичан, эти зарубичане в других странах, по оценкам Украинского института будущего, создают продукт на 35-40 миллиардов долларов. Если бы Украина создала условия для предпринимательства и создания бизнесов здесь, то эти 40 миллиардов долларов создавались бы Украине. Но, к сожалению, этого нет. Давайте дальше. У нас в стране крайне низкий уровень сбережений. Это очень важный фактор, который влияет на возможности, по сути, инвестировать и влияет напрямую на качество жизни. Сбережение является источником инвестиций. При отсутствии сбережений нет инвестиций. Экономике приходится занимать деньги для развития. Но идут они не на развитие, а на проедание, покрытие дефицита бюджета. Если вы посмотрите на структуру государственных заимствований, мы, по большому счету, обслуживаем старые долги. В Украине одна из самых высоких долговых нагрузок. Не с точки зрения суммы долга к экономике, а с точки зрения ежегодных расходов, которые мы несем на обслуживание долгов. Дорогие кредиты. Украина сегодня, к сожалению, не только вынуждена занимать, мы занимаем дороже, чем страны-соседи. В 2020 году средняя кредитная ставка в Украине составляла 14% для бизнеса. Если мы сравним с другими странами, то в Молдавии 8,2%, Грузии 11%, Чехии 3%, Польша 2,3%. О чем это говорит? Если я создаю в Украине производство, а мой конкурент создает аналогичное производство в Польше, и мы одинаково финансируем бизнес за счет кредитных ресурсов, это означает, что я в Украине бизнес могу даже не начинать. Почему? Потому что расчетная себестоимость, в которой учитывается стоимость долга, у меня уже будет выше. А с учетом того, что европейские страны, которые присутствуют в европейской экономике, а не беспочвенно и беспрепятственно могут проникать на рынок, то в принципе возникает вопрос, где мне, украинскому предпринимателю, открывать бизнес? В Украине или в Европе? У меня несколько друзей, клиентов, партнеров за последние пять лет приняли решение открывать завод не в Украине, а в других странах. Не буду говорить в каких, но для меня это очень болезненная история. То есть мы даже не предлагаем на уровне стоимости капитала конкурентные условия в сравнении с другими странами. Следующий, пожалуйста. Важным инструментом развития экономики является фондовый рынок. Давайте будем честны. Его нет. У нас есть инфраструктура. Фондовый рынок в Украине был инструментом приватизации, как и в других странах советского лагеря. Но, к сожалению, в отличие от, например, Польши, той же России или Казахстана, фондовый рынок у нас не появился как инструмент привлечения инвестиций для компаний. Здесь мы привели графики с индексами фондовых бирж, которые показывают, здесь мы, в том числе, украинские привели по ФТС и украинская биржа. Если говорить о капитализации украинского фондового рынка, по данным Мирового банка, то, если в 2010 году это было почти 40 миллиардов долларов, то в 2018 году это 4 миллиарда долларов. То есть у нас и то капитализация очень расчетная, очень оценочная. И если вы видите, что украинские компании, молодые стартапы, которые привлекают капитал, посмотрите, куда они идут. Они идут на те площадки, где есть ликвидность. В Украине стартапы только привлекают деньги в формате family and friends, а реальный капитал поднимают уже в Америке, в Европе, иногда даже в Израиле. И отсутствие фондового рынка, как кто-то сказал, это одно из самых больших преступлений, которые есть в стране. Так, идем дальше. Недостаточный объем инвестирования приводит к низким темпам экономического роста в стране. Существует тесная зависимость с темпов роста, номинального ВП от темпа роста инвестиций. Например, 10 миллиардов долларов, привлеченных в экономику, в зависимости от сектора, дают 20-30 миллиардов долларов при роста экономики. Если денег притока капитала нет, соответственно, нет роста экономики. Если инвестировать эти деньги в цифровизацию, те же самые 10 миллиардов долларов, то можем получить отдачу больше 100 до 200 миллиардов долларов. Потому что, по оценкам нашего института, именно цифровизация, цифровые проекты, цифровые инвестиции дают наибольшую отдачу для экономического влияния. Недостаточный объем инвестиций приводит к низким темпам экономического роста в стране. Основные проблемы, которые отталкивают инвесторов. А почему выбирать не Украину? Маленький рынок, мы об этом уже говорили. Низкие зарплаты, низкие доходы, маленький потребительский рынок. И любая компания, которая создает производство, хочет понимать, кому она продает и сколько она сможет продать. Украина неинтересна. Незащищенность прав. Мы с вами знаем массу случаев рейдерских захватов, конфликтов. Буквально вчера я увиделся с одним из инвесторов, который пострадал. Кейс SkyMall. Можно упомянуть один из их множества. И это тоже инвесторы достаточно четко мониторят и видят, что здесь их права не защищены. Третья. Ненадежная судебная система. Здесь не мне вам рассказывать, что суды у нас не являются эффективными, не являются святыми. Мы видели с вами декларации судей, которые не имеют официальных источников происхождения, но живут в дворцах. И здесь, к сожалению, система не дореформирована до сегодняшнего дня. Инвесторы это хорошо знают. И вопрос, готовы ли вы инвестировать в страну, где к вам могут прийти, отжать ваш бизнес. И пока вы будете защищать себя, в судах пройдет год или два, то от бизнеса ничего не останется. Это реальные кейсы, которые в Украине однократно были. Следующая. Политическая нестабильность. Это менее значимый фактор, но в том числе очень важный. Представьте, в Украине, мы об этом чуть позже скажем, регулярно, чаще, чем в других странах, меняется кабинет министров. Вы заходите в страну, вы инвестируете, вы хотите иметь предсказуемую политику, понимать, какие приоритеты есть в экономике, какая будет фискальная политика. Но через год меняется кабинет, и, соответственно, меняются правила. И те инвестиции, которые вы закладывали, к сожалению, не возвращаются. Здесь ярким примером является ситуация зеленой энергетики в Украине. Когда мы привлекли миллиарды долларов в зеленую энергетику, а потом поменяли правила, сказали, ой, мы ошиблись. Инвесторы, соответственно, входя в другие сектора, думают, а вдруг здесь тоже поменяются правила. Ну и самое главное здесь – это отсутствие долгосрочной политики. Я уже говорил, что в этом году принята впервые за историю Украины стратегия до 2030 года. Но, к сожалению, инвесторы, не видя ее реализацию, тоже стоят и смотрят на нас очень осторожно. Еще несколько цифр. В украинской экономике инвестиции составляют все 13% ВВП. В национальную экономическую стратегию, которую утвердил тот же Кабмин, заложен KPI для правительства. Уровень инвестиций 20% к 2030 году. При этом развивающимся экономикам, чтобы расти, необходим уровень инвестиций минимум 35-45%. То есть даже в национальную стратегию мы заложили показатели минимум в два раза меньше, чем то, что нам нужно для эффективного роста. Еще несколько цифр по нашим странам-соседям. Подобный показатель в Казахстане 30%, в Индии 28%, в Южной Корее и Турции 32%, в Китае 44%. Это один из ответов на вопрос, почему Китай является успешным. Они эффективно привлекают капитал. Следующий, пожалуйста. Спасибо за напоминание. Мы сейчас расскажем несколько кейсов, потому что, говоря о привлечении инвестиций виртуально, давайте привлекать. Я помню даже, как кто-то из лидеров Украины говорил, мы ставим задачу привлечь инвестиции. По указке это не делается. Сейчас будет несколько примеров из стран Казахстана, из Турции, как конкретно они смогли привлечь инвестиции. И, в принципе, эти примеры, которые в Украине обсуждаются, но пока проходят за пределами активных обсуждений и решений Кабинета министров. Я на тебе слово. Давай начнем с Казахстана. Первый пример это Казахстана. Если страна не может быстро поменять правовые условия, не может быстро реформировать судебную систему, она может, подобно Казахстану, создать зону, в которой действует юрисдикция другой страны, Великобритании. И эта юрисдикция понятная, комфортная, судебная для инвесторов. Такой центр был создан в Казахстане, он называется Международный финансовый центр «Астана». И в рамках этого центра была создана биржа, куда заходят инвесторы. И чтобы не быть голословной, я приведу несколько цифр. Когда был создан центр в 2016 году, на следующий год, после этого объем прямых иностранных инвестиций в Казахстан моментально вырос на 40% и превысил 20 миллиардов долларов. С тех пор Казахстан является лидером по притоку прямых иностранных инвестиций в регионе. И инвестиции ежегодно превышают сумму в 20 миллиардов долларов. Для сравнения, чтобы понять, сколько это много или мало, в Украине этот показатель из года в год составляет от 3 до 5 миллиардов долларов. В том году был, в принципе, отток. И что еще важно, это рейтинг «Дуин бизнес», о котором часто упоминают также наши политики, что после проведения реформы, можно сказать, после запуска этого центра, Казахстан моментально взлетел в рейтинги, и в 2020 году он занимает 25-ю строчку, в то время как в 2014 году он еще занимал 77-е место. Украина сейчас на 64-й позиции. Это пример того, как страна может быстро создать комфортную судебную юрисдикцию для инвесторов. Антолий Георгиевич, Вы хотели добавить? Да, я пару слов добавлю. На самом деле, это не только опыт Казахстана. Казахстан – это пример из стран бывшего советского лагеря. На самом деле, подобные прецеденты были в других странах. Наиболее яркие – это Арабские Эмираты, Международный финансовый центр «Дубай», который создали у себя британскую юрисдикцию правовую именно с точки зрения судебных споров, что стало комфортным для инвесторов. Как мы знаем, англо-саксонский мир наиболее богатый, наиболее мощный инвесторный ресурс предоставляет. И не создавая безопасности, к сожалению, мы можем сколько угодно рисовать красивые проекты, делать презентации, денег никто не даст. И следующий пример, который мега актуален для Украины, это пример государства частного партнерства, который реализовали в Турции. У нас в Украине об этом больше говорят, а турки это делают. Второй пример – это государственно-частное партнерство. Оно касается прежде всего проектов по инфраструктуре, длинных проектов. То есть инвестор не входит туда, как правило, где деньги не возвращаются в течение 3-5 лет. Ему нужно партнерство, ему нужна гарантия государства. Допустим, если частный партнер инвестирует в строительство дороги, и он не получает ожидаемого дохода, то есть нет нужного трафика, то государство ему компенсирует данный трафик. По такой модели работает Турция. И они реализовали более 50 различных проектов в формате ГЧП. В том числе были построены крупнейшие аэропорты. До нынешнего международного аэропорта в Стамбуле работал аэропорт Татюрка, который был построен по этому же принципу. То есть инвестор берет в концессию объект инфраструктуры. Концессия, по сути, означает долгосрочная аренда. Именно в Турции действует так называемая система БОД, когда инвестор строит, когда инвестор эксплуатирует, и затем, после определенного срока, после завершения эксплуатации, он передает объект государству. Но за время эксплуатации, естественно, он получает доходы. Когда инвестор недополучает свой трафик, недополучает доходы, государство обязано ему компенсировать. Ну, нужно сказать, что последний аэропорт, который был построен в Турции, он в первый же год превысил доходы в аэропорту. То есть государству ничего не нужно было компенсировать. И как результат, опять же, немного цифр, это доля туризма в ВВП Турции и ВВП Украины. Для сравнения, в ВВП Турции туризм составляет 11%, в Украине это всего лишь 5%. И в номинальных числах весь туризм в Турции и связанные с ним отрасли составляют 50 миллиардов долларов. Это на секундочку треть ВВП Украины. А в Украине эта цифра составляет всего лишь 1,3 миллиарда долларов. Да, я еще пару слов добавлю про Турцию. Турция, используя формат государств, частного партнерства в инфраструктурных проектах, стала региональным авиахабом. Вы наверняка, когда летаете за границу, с пересадками обращали внимание, что много рейсов идет через Турцию. Они создали лучшие условия в регионе, чтобы трафик проходил через них. Причем не только пассажирский, еще и грузовой трафик. И Турция на этом хорошо зарабатывает. Это часть государственной политики, которую можно и нужно Украине внедрять. Причем не откладывая. Идем дальше. Исторически Украина проигрывает конкуренцию за иностранный капитал. Здесь график доли прямых иностранных инвестиций в ВВП Украины. Нормой прямых иностранных инвестиций по советских странам является 5-15% КВП. В Украине же в 2019 году 3,5%. В 2020 году отток капитала. И в начале этого года мы видим, что выходим примерно на 3% ВВП. То есть мы опять-таки отстаем от всего постсоветского лагеря и отстаем от всего мира. Пример Эстонии. Опять Эстония. В 2000 году после запуска налога на выведенный капитал чистый приток инвестиций доходил до 10-15% ВВП. В отдельные годы было больше 15%. Я думаю, можем сейчас более детально рассказать опыт. У нас сейчас идет Польша. И НВК сразу расскажем. Смотрите, на самом деле, когда мы говорим про инвестиции, они сами не приходят. Инвестору нужно продать идею и убедить, что эта идея будет для него выгодна. А в Украине сегодня, я знаю, разрабатывается стратегия привлечения инвестиций. Причем эта стратегия разрабатывается международными консультантами за международные деньги. И самое интересное, что украинцы к ней не привлекались. Это очень интересный кейс. Как обычно, да. И я с этим документом знаком. И могу сказать, что это очень грустный документ, в котором нет системных целей. А раз нет целей, невозможно проследить, достигая усталения или нет. Другие страны, такие как Польша и Эстония, пошли своим путем. Они сами определили свой план. Его системно реализуют. Успехи и результаты мы видим. Мы начнем с опыта Польши по свободно-экорническим зонам. И продолжим опытом Эстонии запуск налог на выведенный капитал. Маленькая ремарка в начале. В мире 5000 свободно-экономических зон. Ответьте на вопрос, сколько из них действующих в Украине. Пожалуйста. Да, мы часто любим себя сравнивать с Польшей. Поскольку стартовые условия были практически одинаковыми. И даже где-то чуть-чуть Польша уступала. Сегодня Польша входит в топ-5 стран по размеру экономики в ЕС. ВВП Польши с 1990 года вырос в 9 раз. Почему так произошло? Польша с самого начала, еще в 90-е годы, внедрила агрессивную политику привлечения инвестиций. То есть она сделала ставку на привлечение внешнего инвестора. Можно много говорить о том, что Польша получила деньги от ЕС, от немцев. Но поляки и сами создавали такие условия. Во-первых, это были свободно-экономические зоны, в которых действовали фискальные, то есть налоговые стимулы. Было 15 зон, сейчас осталось 14. Они продолжают действовать, но самое интересное, что с 2018 года, по сути, вся территория Польши, это, можно сказать, свободная экономическая зона. Потому что на все территории, в зависимости от региона, действуют фискальные стимулирования, налоговые льготы. Либо это может быть прямая государственная поддержка, субсидии. И все зависит от уровня безработицы в регионе и уровня развития инфраструктуры. То есть чем выше уровень безработицы в данном регионе, чем хуже там инфраструктура. В Польше есть системный анализ регионов с пониманием того, какие факторы или стимулы нужно предложить инвестору, чтобы он пришел. И зараза инвестор приходит. Да, и соответственно, когда инвестор делает новые инвестиции, его освобождают, по сути, от налога на прибыль. На самом деле, ему дают некий налоговый кредит и льготу в размере 30-50% от затрат. Его освобождают от налога на недвижимость. И, как я уже сказала, могут еще давать прямую государственную субсидию. И плюс действуют те 14 зон, которые были созданы еще с 1995 года. И, соответственно, это ответ на вопрос, почему инвестор сегодня выбирает Польшу и заходит в Польшу, а не в соседнюю Украину. И нужно еще сказать, что в Польше с этого года введен налог на выведенный капитал для компаний с оборотом до 200 миллионов. Почему это важно? Потому что в Украине уже не один год ведется дискурс о том, что нам необходимо запустить это ННВК. Однако политической воли не хватает. Нас пугают тем, что в бюджете будет большой дефицит. Здесь можно привести пример Эстонии, в которой был запущен ННВК еще в 2000 году. Опять же перейдем к цифрам. До 2000 года, до запуска ННВК, ежегодно Эстония росла в среднем на 3-4%. После запуска ННВК с 2001 и до Большой депрессии 2007-2008 года, 2008-2009 года, ВВП рост на 6%. То есть однозначно ускорился рост. Мы не можем точно сказать, какой фактор повлиял. Мы не проводили пофакторный. И никто, в принципе, я думаю, в мире не проводил пофакторный анализ. И, в принципе, это тяжело сделать. Но, тем не менее, мы можем точно говорить о том, что, если мы посмотрим даже на график, уровень внешних инвестиций. После запуска, вот на графике даже виден этот скачок, 2003-2004 год, пик внешних инвестиций. То есть то, чем нас пугают и говорят о том, что, мол, инвестиций не будет, дело не только в ННВК, дело не только в налоговой реформе. Вот, пожалуйста, пример Эстонии. И плюс ко всему, в первый год запуска реформы бюджет Эстонии был сведен с профицитом. То есть, когда мы запускаем некий фискальный стимул, нужно смотреть не на отдельную статью, как у нас говорят о том, что будет недополучение по статье от налога на прибыль. Да, но если мы посмотрим комплексно на весь бюджет, то бюджет может быть сведен с профицитом за счет того, что идут поступления от других налогов. Возрастает НДС, возрастает потребление, увеличиваются инвестиции. И вот явный пример тому Эстония, которая первый год завершила с профицитным бюджетом. Да, спасибо. На самом деле хочется здесь сказать, кто хочет ищет возможности, кто не хочет, находит оправдание. Мы не будем сегодня углубляться в тему НВК, просто озвучим, что его главными оппонентами являются, по нашим оценкам, две группы лиц. Первая – это работники фискальной службы, которые сидят на коррупционных потоках, им не выгодно что-то упрощать или что-то менять, потому что это отрубает их доходы. А вторая группа – это налоговые консультанты, которые учат оптимизировать прибыль. По оценкам банкиров, с которыми я общаюсь, больше 90% украинских компаний оптимизируют прибыль. На этом кто-то зарабатывает. На этом зарабатывают консультанты, и на этом зарабатывают коррупционную ренту фискалок, которые все эти схемы оптимизации знают, но закрывают глаза за небольшую мзду. Идем дальше. Если мы хотим увеличить экономику в 5 или в 10 раз, нам необходимо в 5 или в 10 раз поднять производительность труда, что невозможно без инвестиций в инновации. Украина испытывает не только дефицит инвест-ресурсов в реальном секторе, мы испытываем дефицит инвест-ресурсов в секторе R&D. Это, по сути, наука и инновации. Начиная с 2006 года наблюдается падение исследовательской активности в Украине. Низкие инвестиции в сектор R&D привели к низким показателям инновационности украинских предприятий и выпуску продукций с низкой добавленной стоимостью. В Израиле инвестиции в сектор R&D в 2020 году составили 5% ВВП. В Китае 2,2% ВВП. В Чехии тоже почти 2%, в Польше 1,2%. В Украине меньше 0,5%. Если мы не инвестируем в ВПК, то мы не создаем новый продукт, мы не можем конкурировать на глобальном рынке за капитал. И сейчас мы тоже расскажем несколько примеров. Уже очевидно, даже по графику Израиль вырывается вперед. И нам часто говорят о том, что в Украине все так плохо в последние годы, потому что идет война. Сюда не идет инвестор, потому что в стране война. В Израиле тоже идет. Но в Израиле смог использовать фактор войны как некое преимущество. То есть использовать свою слабость для получения возможности. На базе ВПК Израиля создавались инновационные разработки. То есть сам ВПК стал фундаментом для развития инновационной экономики. И сегодня Израиль – это одна из наиболее инновационных экономик мира. И ВВП Израиля на душу населения – 44 тысячи долларов, без учета предетопокупательной способности. А Украины – 4 тысячи долларов. То есть в 10 раз меньше. Что же делал Израиль? То есть инвестируя в развитие ВПК, в оборону, он эти же наработки потом использовал в гражданских отраслях экономики. Он использовал в телекоммуникациях, в сфере охраны, в аэрокосмонавтике. То есть любые наработки в плане инноваций, они могли бы быть применены в гражданских секторах. И, что важно, Израиль тратил 5% ВВП на военные расходы. И это достаточно большие суммы. В 2024 году эта сумма превысит 30 миллиардов долларов. Однако и результат этого налицо, потому что в Израиль идут инвестиции. Опять же, внешние инвестиции в Израиль превышают 20 миллиардов долларов. В Украину, я уже говорил, это цифры 3-5 миллиардов долларов. В ВВП на душу населения в Израиле выше 10 раз, чем в Украине. Да, на самом деле, опять-таки, хочется сказать, кто хочет ищет возможности. Инвестиции в ВПК – это не только опыт Израиля, это практически все страны развивали свои инновации через развитие, в первую очередь, оборонных технологий. Но помимо создания оборонных технологий, это толкает науку, это толкает образование к получению новых знаний и навыков. И тот же опыт израильских стартапов, практически все стартаперы вышли из израильской армии. Но продолжаем дальше. Низкие инвестиции в РНД в Украине не позволили построить современную экономику. В рейтинге инновативности экономики 2020 года Украина занимает 45-е место в мире, тогда как Хорватия – 41-е, Польша – 38-е, Латвия – 36-е. Напомню, Украина в 1991 году считалась одной из самых развитых промышленных, индустриальных и инновационных экономик бывшего советского лагеря. В рейтинге сотрудничества исследовательских организаций и отраслевых предприятий Украина занимает 50-е место. Израиль – 1-е, Литва – 34-е, Чехия – 37-е. Следующий. Низкие инвестиции в РНД не позволили Украине построить современную экономику. Только 16,5% произведенной в Украине промышленной продукции является высокотехнологической. Это 61-е место в рейтинге. Тогда как Словакия – 58%, Венгрия – 54%, Чехия – 57%, Польша – 31%. Еще один кейс про РНД. На самом деле хочется привести сразу несколько кейсов, несколько стран. Это и Корея, и Япония, это инновационные лидеры, Израиль, Германия. Но эти все страны объединяют одно, что государство стимулировало развитие РНД налоговыми льготами. Например, в том же Израиле давали послабление по налогу на прибыль. Если классический налог на прибыль в Израиле составляет 25% ставка, то для исследовательских центров эта ставка может быть от 5 до 12%. В Германии, например, давали льготы по оплате налогов на труд. То есть в исследовательских центрах ты можешь платить не 100% этих налогов, а 75%. В Израиле, Японии и в Южной Корее действует система грантов, где государство выделяет прямую помощь на развитие стартапов. И, например, в 2019-2020 году Южная Корея выделила средства на разработку новой технологии по производству металлов. Это может быть использовано и в отношении титана, и в отношении циркония. Было выделено 4 миллиона долларов. И, как ожидается, эта инвестиция государства в развитие собственной экономики, в инновационный прорыв собственной экономики позволит стране занять новые ниши на международной карте разделения труда, соответственно, увеличить свою валютную выручку. То есть это инвестиции государства всегда. Как бы там ни было, но государство участвует в стартапах, государство участвует в развитии в РНД. Это, как правило, налоговые льготы. Спасибо. На самом деле опыт, который Яна только что провела, он уже пошел немножечко дальше. В Южной Корее начали строить опытное производство. Государство поддерживает по производству титана, по новой технологии. Мы, как институт будущего, в прошлом году презентовали стратегию развития титанового сектора Украины. И в том числе наработки украинских РНД, украинских компаний, которые более прогрессивны, чем южнокорейские. Но если в Южной Корее почти 5 миллионов долларов выделило государство, в Украине пока ничего. Эта компания делает за свои деньги. И это касается практически любого сектора. Продолжаем дальше. В нашей стране производительность труда также значительно ниже, чем у стран-соседей. Отсутствие инвестиций в инновации является причиной низкой эффективности производства. Рост производительности труда является одной из составляющих экономического роста. Это объем продукции, произведенный одним работником в год. Чем выше производительность труда, тем больше произведенного продукта, тем выше ВВП страны. Производительность труда в украинской промышленности исторически была ниже, чем в соседних странах. В 2020 году мы в 2,5-3,5 раза ниже, чем Венгрия, Латвия, Польша и Чехия. И еще цифры. Добавленная стоимость на одну занятую промышленность в тысячах долларов в год. Украина – 12 тысяч долларов, Венгрия – 30 тысяч долларов, Латвия – 32 тысячи долларов, Польша – 34 тысячи долларов, почти в три раза больше, чем в Украине, Чехия – 40 тысяч долларов. Опять отстаем. Следующий, пожалуйста. Украинская экономика стагнирует вместе с негативной динамикой рынков сырья. К сожалению, на украинскую экономику commodity price index, индекс, который определяет динамику цен на сырьевые активы, влияет больше, чем решение украинского правительства. Рост реального ВП тесно связан с этим индексом, в том числе вследствие отсутствия достаточного объема инвестиций в технологические сектора экономики. Если бы мы продавали не сырье, мы бы не были зависимы от сырьевого индекса. Если бы мы производили высокотехнологическую продукцию, для нас эта волонтильность, она бы всего лишь определялась в структуре себестоимости конечной продукции, которую мы продаем. Эта связь усилилась, к сожалению, начиная с 2006 года. Успешные страны, в частности Польша, смогли диверсифицировать свою экономику, в то же время Украина сильно зависима как была, так и осталась. И этот год, извиняюсь, Украине опять везет, цены выросли, и доходы экспортеров, добывающих компаний, сырьевых компаний, аграриев растут. И, к сожалению, выводы не делаются, у нас практически не появляется новых производств. Структура экономики, структура экспорта у нас меняется в сторону сырьевой компоненты. Если в более раннее время мы были ресурсным источником для, по сути, России, то сегодня мы становимся ресурсным источником для всех развитых стран. И никто, кроме украинцев, не заинтересован в развитии нашего промышленного потенциала. Все заинтересованы создавать конечную продукцию у себя. Идем дальше. Темпы роста украинского экспорта ниже, чем в других странах бывшего Советского Союза. До 70-80% украинского товарного экспорта – это сырье. В следствии сырьевого характера производства украинский экспорт вырос в 4 раза с 1994 года. В Чехии – в 9 раз, в Латвии – в 12 раз, в Беларусь – в 13 раз, в Польше – в 14 раз. В результате Украина существенно осталась от этих стран по уровню экономического развития. Украина проиграла глобальную конкуренцию как на рынке товаров, так и на институционном рынке борьбы за инвесторов. Первый является следствием второго. По данным Мирового банка, высокотехнологический экспорт из Украины составил 5,6% в 2018 году. В Польше – 10%, в Израиле – 23%, в Китае – 31%. Еще пример по арабским эмиратам, пожалуйста. К сожалению, Украина повторяет путь России в этом направлении, когда мы совершенно не монетизируем высокие цены на сырье, как в свое время Россия абсолютно не монетизировала высокие цены на нефть, не развивала свою экономику. Как это ни печально, по такому же пути идет Украина, и опять мы сейчас видим повышение цен на сырье, но диверсификации экономики не происходит. Другие страны, та же Мексика, например, в свое время, во время премьерства, Энрики Пенианета смогла это сделать, это смогли сделать арабские эмираты. И сегодня, например, в Дубае доходы от нефти составляют всего лишь 1% ВВП. Почему так получилось? Потому что в свое время в арабских эмиратах власти поняли, что необходимо диверсифицировать экономику, что вечно не будет капать нефть, что рано или поздно краник может прикрутиться и денег не будет. Таким образом, власти начали инвестировать в развитие инфраструктуры. За собственные деньги был построен первый аэропорт. Дальше мы видели, создавались свободные экономические зоны, создавалась новая недвижимость. И постепенно эмираты превращались в центр туризма. Развивалась недвижимость, были допущены инвесторы на рынок недвижимости, развивались дальше инфраструктурные проекты. И сегодня, как я уже сказала, нефть занимает далеко незначительную долю в ВВП страны. То есть страна смогла избежать так называемой голландской болезни, смогла диверсифицировать свою экономику, развивать сервисы, развивать сектор услуг. И в принципе это показывает, что это сделать возможно. Пока еще не поздно. Да, я добавлю про эмираты. На самом деле в этом году арабские эмираты утвердили новую стратегию индустриального развития на 10 лет, которая предусматривает государственные инвестиции в 83 миллиарда долларов. И они дают льготные кредиты, они дают покрытие расходов инвесторам, которые создают промышленную продукцию. Для меня было открытием этого года, что в Арабских Эмиратах действует космическая программа, начиная с 2014 года. А в этом году весной был на Марс высажен арабский зонд. Украина космическая страна, но арабские страны нас опередили и уже непонятно, когда мы их догоним. Идем дальше. Следующий слайдик. Украина проиграла экспортные рынки, а продукцию отечественных производителей заменили импортные товары. Вследствие недостаточных объемов инвестиций украинские товары оказались неконкурентоспособными. По сравнению с 1991 годом производство бензина сократилось на 87%. Мы импортируем из Белоруссии и из Литвы. Производство тканей сократилось почти на 91%. Импортируем из Китая и из Турции. Экспортерами энергоносителей в Украине являются в основном белорусские, российские, казахские, европейские, американские компании. Выпуск автомобилей снизился на 98%. Импортируем со всего мира. И здесь можно продолжать. Это маленький пример подходов к секторам. Другие страны имеют по каждому такому сектору отдельную программу стимулирования экономики. У нас была программа поддержки автосектора. Помните, ни к чему хорошему не привела, потому что программу тоже нужно правильно дизайнить и, соответственно, правильно менеджерить. В Украине государство к этому оказалось на тот момент не готово. Следующий, пожалуйста. Отечественные производители недостаточно активно проводят работу по совершенствованию менеджмента качества восприятия украинских товаров как качественных. Вам же известно понятие, условно, это же китайский товар. Мы долгое время к нему относились негативно, но при этом каждый второй, кто смотрит этот эфир, имеет сегодня китайские телефоны или компьютеры, произведенные в Китае. То есть меняется подход, меняется отношение к стране происхождения товара. В Украине, в частности, на 1 миллиард долларов ВВП приходится почти 10 сертификатов ИСО 9001. В Польше 19, в Словакии 37, в Белоруссии 97. В результате экспортные возможности украинских предприятий не являются благоприятными, как в других странах. То есть наши товары не воспринимают изначально как соответствующий стандартам и принципам, которые приемлемы для развитого рынка. Следующий, пожалуйста. Украина проигрывает в конкурентоспособности продукции и теряет внешние рынки. По уровню потребления первичной энергии на 1000 долларов ВВП Украину среди стран СНГ опережает только Туркменистан. Энергоэффективность западных соседей – Польша, Чехия, Венгрия – в 3,5 раза выше по сравнению с Украиной. Снижение энергопотребления в Украине наблюдается с 2000 года, но масштаба этого процесса недостаточно для выхода на один уровень со странами Европы. Потребление первичной энергии – это килограмм нестинного эквивалента на 1000 долларов. В сравнении несколько цифр. Украина – 509 килограмм, Россия – 456, Казахстан – 437, Польша – 161. То есть в Польше энергопотребление на единицу экономику в 3 раза меньше, чем в Украине. Соответственно, они более эффективны. Идем дальше. Несбалансированность внешних потоков торговых – причина экономической нестабильности. С 2006 года чистый экспорт Украины имеет отрицательное значение, что обусловлено существенным импортным и нестабильностью объемов экспорта. Это приводит к обесцениванию национальной валюты и падению показателей развития экономики в долларном эквиваленте при нестабильности цен на сырье. Именно поэтому Украина тяжело переносит кризные явления в мировой экономике. Простыми словами, мы сегодня импортируем, платя валюту, больше, чем получаем валюту от экспорта. Соответственно, если нам нужно постоянно где-то искать деньги для покупки чего-то нового за границей, нам нужно занимать. Это звучит очень глупо. То есть мы постоянно занимаем валюту, чтобы ее направлять на покупку каких-то новых товаров. И у нас нет программы импортозамещения, которая есть в других странах. Хочу привести пример. Южная Корея, когда начинала свое развитие, у них в принципе доходило до того, что покупка импортных товаров считалась преступлением против государства. Это, понятно, были 60-е годы, но этот путь позволил в то время Южной Кореи выстроить систему производства национальной экономики, национальных производителей, которые их поддерживали. И сегодня эта страна в принципе находится в лидерах экономического развития. То есть первичные интересы страны, интересы политики, а потом уже можно говорить об интеграции в глобальную экономику. Мы уже сегодня глубоко интегрированы, поэтому не буду углубляться. Структура экспорта характеризует роль Украины на глобальном рынке в качестве поставщика сельхозпродукции. Вот такое наше место сегодня. Доля сельхозпродукции в экспорте в течение 19 лет выросла более чем в 4 раза. Доля промышленного экспорта в структуре экспорта сократилась на 28%. То есть мы, экспортируя сырье, не производя конечную продукцию, снижая долю технологичности, повторяю, становимся сырьевым придатком развитых экономик. Почему? Потому что страны, у которых нет своей стратегии, являются ресурсом для стран, которые ее имеют. И вот этот график является тому важным показателем. Следующий, пожалуйста. Доля сельского хозяйства в структуре экономики Украины является достаточно высокой. Украина с индустриальной стороны превращается в аграрную, тогда как соседние страны ориентируются на развитие других секторов экономики. В Украине доля сельского хозяйства в добавленной стоимости в 2000 году составляла 10%, в то время как в Польше 2,5%. История 30-летия Украины – это история 30 лет зависимости от импорта энергоносителей. Долгое время мы были вынуждены импортировать около 80% потребности природного газа. До 2013 года ежегодно на импорт российского газа уходило, вдумайтесь, 10 миллиардов долларов в год. Отдельные годы, я помню, 12 миллиардов мы платили за импорт российского газа. Причем, наверняка многие зрители не помнят или не знают, что в 70-е годы Украина обеспечивала газом всю европейскую часть Советского Союза. Объемы добычи газа в Украине превышали 70 миллиардов кубических метров в год. Сейчас 20 миллиардов. Почему прошла стагнация? Потому что в России были открыты большие месторождения в Тюмени и, соответственно, был весь советский нефтегазовый комплекс переориентирован на российские месторождения. В частности, до сих пор в России работает много украинцев, нефтяников, газовиков, геологов, буровиков, которые туда семьями попереезжали. В Украине с того времени добыча стагнировала и мы из экспортера превратились в импортера, поддерживая российскую экономику. Объемы импорта газа значительно сократились в 2014 году, потому что мы потеряли частично контроль над некоторыми территориями, мы начали внедрять энергосберегающие технологии и у нас, соответственно, начал расти энергоэффективность. В период 1997-2007 год Украина импортировала 60 миллиардов кубических метров газа, что составляет примерно 80% потребления. В 2020 году импорт газа снизился до 16 миллиардов кубических метров или 51% потребления. При этом Украина занимает, вдумайтесь только, второе место в Европе по запасам газа. И при этом мы не используем свой потенциал. Импорт нефти и нефтепродуктов в 2020 году составил почти 4 миллиарда долларов. Украина импортировала больше миллиона тонн нефти, 7,5 миллионов тонн дизеля, 2 миллиона тонн бензина, 2 миллиона тонн автогаза. Опять-таки, откуда импортируем? Большая часть идет из Беларуси, а Беларусь нефтепродукты получает на нефти, которую покупают в России. То есть мы продолжаем спонсировать российскую экономику. Если вы посчитаете следующие 10 лет, сколько нам придется заплатить за импорт энергоресурсов, то это будет минимум 50-60 миллиардов долларов государство Украина, граждане должны будут отдать, большая часть которых осядет у северного соседа. При этом повторюсь, запасы газа в Украине, второе место в Европе, запасы нефти больше 200 миллионов тонн, большие запасы урановых руд, но при этом ядерное топливо мы по-прежнему покупаем, не инвестируя в создание собственного продукта. Следующий, пожалуйста. Украина не использует свой энергетический потенциал. Мы имеем все возможности для обеспечения своей энергонезависимости. Здесь, опять-таки, место Украины в рейтингах, наши запасы по важным природным ресурсам. Что необходимо? Решение любой проблемы начинается с ее осознания. Если мы понимаем проблему, мы можем понять, сколько стоит ее решить. Если проблема осчисляется деньгами, то это, в принципе, инвестиционный проект. Институт будущего еще три года назад презентовал план энергетической независимости Украины, где мы описывали, сколько нужно инвестиций в сектор газодобычи, сколько в нефтедобычу и переработку нефти. Сейчас мы делаем тоже исследование по нефтепереработке. Это одна из важных инвестиционных составляющих, наверное, даже следующего года. Поэтому, кто хочет, ищет возможности. Мы надеемся, что Украина эти возможности найдет. Имея цель, можно привлечь инвестиции, можно дать себе необходимое разрешение, необходимо дать максимальную поддержку, и Украина станет энергонезависимой. Здесь наверняка нам еще будет интересен опыт одной из постсоветских стран, Ян, Азербайджана. Да, пример Азербайджана, потому что он здесь не приведен, но у нас были одинаковые стартовые условия, и тем не менее, Азербайджан открыл свою газодобычу для иностранных инвесторов. В 1994 году было подписано так называемое соглашение столетия, когда 11 иностранных компаний зашли в сектор, когда начала увеличиваться добыча. И для сравнения цифры, в 1995-2000-х годах добыча газа в Азербайджане составляла 6 миллиардов кубометров, в прошлом году она превысила 25 миллиардов кубометров. Украина, как сказал Анатолий Леонидович, стагнирует на уровне 20 миллиардов кубометров. Мы являемся импортером газа, Азербайджан уже стал экспортером газа. Да, спасибо. Да, будем немножко ускоряться, у нас буквально 5-7 минут, поэтому будем идти быстрее. Этот документ, который мы сегодня презентуем, будет выложен на сайте Украинского института будущего, его можно будет скачать бесплатно, читать, делать выводы, делиться. Идем дальше. Украина имеет большую долговую нагрузку, причем проблема здесь не объем долга, который имеем КВВП, а стоимость долга. Украина занимает дороже, чем наши страны-соседи. Инвестирование в Украину традиционно считается высокорисковым, и премия за риск, так называемая, в Украине превышает все соседние страны. Иностранцы боятся Украину, и если рассматривают какие-то проекты, оценивают их менее привлекательными, премия за риск у нас в 9 раз выше, чем в некоторых странах восточного лагеря. Следующий, пожалуйста. В течение последних десяти лет экономические реформы в Украине не проводились, несмотря на смену руководства на высшем государственном уровне. Снизу на этом графике видны фамилии президентов, которые, к сожалению, менялись, но экономика Украины сели не росла. Мы часто сваливались в политические дрязги, вместо того, чтобы объединиться вокруг общих целей страны и повышения качества жизни граждан. Здесь мы привели, вы сможете это скачать презентацию, посмотреть, как менялась реальная группа Украины при различных премьер-министрах Украины. Для вас будет открытие, увидеть некоторые фамилии, и обратите внимание, что, говоря об итогах, нужно смотреть не просто время, в течение какого премьера был тот или иной рост, а брать лах плюс один год, потому что решения, которые принимаются сегодня, дают эффект в течение 6-18 месяцев. Еще нужно обращать внимание на внешнюю конъюнктуру и цены на сырье, которые порой определяют больше, чем в душе. А мы это сказали, да. То есть некоторым премьерам везло больше, некоторым премьерам везло меньше. Уровень коррупции, не мне вам о нем рассказывать, к сожалению, остается очень высоким. Следующим. Это информация о случаях встречи с взяточничеством компаний в разных странах. Украина, к сожалению, здесь является лидер. Это не тот рейтинг, где хотелось бы лидировать, но, к сожалению, мы в нем присутствуем в нехорошем месте. И политическая система в Украине остается нестабильной. У нас постоянно меняются правила, у нас постоянно меняются премьер-министры, кабинеты министров. Это меняет условия и правила игры. Инвесторы чувствуют себя дискомфортно, да не только инвесторы, украинские компании, украинские граждане также себя чувствуют крайне дискомфортно. Будем завершать. Это информация о том, сколько премьер-министров поменялось с 1991 года по 2021 год. Это рейтинг, опять, где Украина лидирует, это не тот рейтинг, где хотелось бы нам быть. И последняя парочка слайдов. В документе, который мы анонсировали, мы перевели. Мы не просто хотим подвести итоги, что последние 30 лет было все плохо. Нет, что-то было хорошо, но важно делать выводы и важно учиться. Украинский институт будущего дал системно набор рекомендаций для действующих и будущих политиков, что необходимо делать для того, чтобы украинская экономика все-таки развивалась и процветала, качество жизни росло. По группам, по каждой из групп есть детальный анализ, детальные предложения. Это повышение качества государственного управления, создание эффективных институтов, создание условий для притока инвестиций внутренних и внешних, обеспечение экономикой трудовыми ресурсами, развитие человеческого капитала, стимулирование развития внутреннего рынка, создание условий для внешней экспансии украинских товаров в украинской экономике, развитие инноваций и реформ в секторе энергетики. Важно понимать, что кроме украины украинцев наше будущее никто не построит и можем рассчитывать только на себя. На этом я передаю слово. Вадим? Дуже дякую. В принципе, хотелось бы сказать, что справедливо цей деклад и все рекомендации находятся уже на сайте Украинского института майбутнього. Тобто, мы можете с ними ознайомиться, можно с нами дискутировать, мы открыты до дискуссий. И давайте перейдемо до запитаний. Теперь, будь ласка, какие запитания есть? Чути? Да. Есть ли что за запитания? Ну, комментарии есть, но они не запитания по трансляции. А вопрос от студентов журналистов, Чепайкина, Ивана. Можете описать какие-то позитивные изменения украинской экономики? Потому что все звучит довольно постимистично. Мы с этого начали. Мы растем, но растем, к сожалению, медленнее, чем все остальные. Это позитив. То, чем хотелось бы градиться, мы, как институт будущее, писали буквально неделю назад, это что полезного или хорошего произошло у нас за последние 10 лет. Ну, это субъективные оценки. И здесь же, в этой презентации, это объективные цифры, где мы сравним себя с другими странами. Выводы сделайте сами. Следующий. Есть? Да, очень спасибо. Да, пожалуйста, какие вопросы. Андрей Могель, два вопроса. Первое, философское, что делать. До кого? До пана Мелина. То есть, на основе материалов, я понимаю, что можно ознайомиться, но если провести подсумки, три топовых, что нам делать в ближайший час. И второе, сейчас, например, в Новозеландии оголошу карантин, боево, что одного заражения. То есть, втрачается, да, какая адекватность. Два года с планеты борются с COVID-19. То есть, как это выражается? Это для нас загроза, или это наша очередная возможность как-то обогнать конкуренции, которые прекратили с COVID-19. Начну с последнего вопроса. На китайском языке кризис звучит как «Вейдзи». Это опасности возможностей, где любой такой ситуации дает для нас возможности. Что сейчас будет происходить в мире? Локдауны будут неизбежны. Будут появляться другие вирусы. Об этом прямо говорят. И будут нарушаться производственные логистические цепочки. Будет усиливаться регионализация экономики. Будет усиливаться протекционизм. Для Украины это хорошая возможность переосмыслить свою роль в мировой региональной экономике. И понять, что кроме нас самих никто не заинтересован в успехе. Почитайте, что пишут эксперты Украинского инстаграма будущего по ситуации в Афганистане, который входил в сферу интересов крупных игроков. В Украине никто не гарантирует ни безопасность, ни процветание. Это с точки зрения трендов. Рассчитываем только на себя. Что делать? Мы поняли проблему. Нам нужно иметь системное решение. Это долгосрочная стратегия, которая будет реализована государственниками, которые понимают, как это сделать. Не случайными людьми, которых с улицы поймали, посадили в парламент, а людьми, которые готовы часть своей жизни инвестировать в развитие нашей страны. Есть добавить что-то? Большое спасибо. Чие еще вопросы? Ваш прогноз для Украины, когда ей будет 40 лет в независимости? У нас впереди 10 лет. Я могу говорить не столько о прогнозе, сколько о сценариях. Сценариев негативных для Украины больше, чем позитивных. И влияние более сильное, к сожалению. Причем я не хочу сейчас озвучивать, какие это могут быть сценарии. Мы, как Институт будущего, об этом не раз говорили. Но вероятность позитивного сценария увеличивается тогда, когда мы о нем говорим, думаем, пишем и реализуем. Например, визия Украины 2030, которую опубликовал Украинский институт будущего, это есть тот самый позитивный сценарий, в котором нужно развивать украинскую экономику и двигаться украинскому государству. Другого пути, к сожалению, нет. Я добавлю еще, что лучшее прогнозирование, это когда ты сам создаешь будущее, поэтому мы можем сами его создать таким, каким мы его хотим. В принципе, нужно очень четко понять, что все примеры успешных стран, они начали с двух моментов. Первый, они начали с того, что до влады приходили патротичные люди, которые думали про свою страну. Это первый ключевой момент. Другой момент, это консолидация элит. Хочем мы то, что не хотим, но без консолидации умовных 20-30 людей для таких государств, как Украина, навколо певных правил гри, ничего не будет. Поэтому мы можем много говорить про программы 20-40, 20-100, 30-28, скажем, что мы на Марс высадимся. Это все очень точковые вещи. Без патротизма, консолидации элит навколо зрозумевших, чутких целей и правил гри, через 10 лет мы будем говорить все то же самое, что и сейчас, только в значительно пасимистических тонах. Если будем говорить, да. Дякую. Дуже дякую всем. И еще раз хочу сказать, что наш документ, этот документ находится на сайте Украинского института майбутнього. Вы можете с ним ознайомиться. Мы готовы открыть до дискуссии. Дякую. Спасибо. Продолжение следует...